Всем привет! Продолжаем открывать Россию и мы на Камчатке. Сегодня 22 февраля и в этот день стартует знаменитый фестиваль Берингия. Берингия – это многодневная гонка на собачьих упряжках, которая ежегодно проводится с 1990 года. Старт гонки проходит в поселке Эссо, а маршрут протяженностью более тысячи километров пролегает по самым труднодоступным местам Камчатского полуострова. А предваряет этот тяжелый марафон открытие и гонка-пролог в Петропавловске-Камчатском. Для местных жителей это, наверное, главный праздник в году. А для всех гостей – возможность не только увидеть необычные соревнования, но и познакомиться с традициями коренных народов Севера. Сейчас давайте прогуляемся по территории и посмотрим зоны, которые здесь есть. Что представляет собой площадка фестиваля? Здесь у нас положилась этнозона, демонстрирующая быт и традиции коренных малочисленных народов Севера, в том числе Камчатки. Это у нас этноплощадка. На этой этноплощадке представлены фотозоны, на фоне которой можно сделать фотографии. Здесь у нас и мишки, и росомаки, и соболя, и шкуры наших животных вывешенных. Затем в дальних юртах рассказываются легенды коренных малочисленных народов Северных. Затем у нас есть юточка, в которой представлена выставка декоративного прикладного искусства. Здесь все вышивки, все это представляется. Затем у нас еще есть площадки, где дети проводят игровые программы. То есть они построены на традиционных национальных играх коренных малочисленных народов Севера. Вы можете пройти и посмотреть эти зоны. Здесь все-таки какая-то одна народность или тут разная совершенно? Здесь представлены именно народность, быт коренных малочисленных народов Камчатки. Именно коряков, чукчей, кительменов, эвенов. Но у нас еще, не забывайте о том, что у нас алиуты, айны, эскимосы Севера. Поэтому все они, мы их все любим, никогда не забываем. Можно качать еще такой вопрос. На Камчатке вот эти вот традиции национальные, они по-прежнему, в смысле, живы, поддерживаются, передаются с поколения в поколение? Знаете, очень хорошо поддерживаются в селе Ачаевая. Очень скрупулезно чтут. Возможно, еще в других Манилах, там наши старейшины сохранили. Вот именно очень аутентичность этих обрядов. Но здесь, в Венопавловске, Камчатском, конечно, уже многие вещи стилизованы. И ведь не каждый обряд можно открыть для людей. Представляют, например, на праздниках такие обряды, которые можно донести для зрителя, для большого зрителя. В этом плане Берингия, это действительно такое возможность? Ну, конечно. Что для вас еще этот праздник? Уже 2021 год, вроде 2000 года, если не ошибаюсь. Извините, если что. Но 20 лет точно. И на Берингии действительно приходит народ, объединяемся. Здесь представляется культура сегодня будет дефиле. Вы можете посмотреть национальные костюмы. Открывает дефиле ансамбль этнического танца «Северные зори». Они будут и представлять костюмы, и какие-то активальные элементы, присущие каждой культуре. Корякам, Венам, Тельменам, Чукчинам. Ку-ку-ку-ку. У них такая выставка «Нарт». Зимние нарты, собачьи нарты. По-прежнему транспорт используется на Камчатке, в Каякском районе. Вот так вот, вблизи, когда присматриваешься, понимаешь, насколько это... Такой вообще труд проделан. Все связано, все вручную сделано, без единых каких-то гвоздей, шурупов, болтов. Все на веревочках. Самая популярная зона – дегустация национальных блюд. Представляет из меньшего замысшего. 33 тысячи, 703 голоса. Григорий Манев из Москвы. Взял на дегустацию. Это оленина, мясо оленя, соус брусничный, паштет, из муевы, шкоты и папоротник. Камчатке. Попробую. Мясо очень мягкое, а соус прям придаёт. Валденный вкус. Молодное, правда, все уже. Но вкусно. Ребят, нам надо ещё раз. Давайте заглядим в юрту. Что это называется? Раз, два, три. Расскажите об этом. Это жилище или что это такое? Это, конечно, не настоящее. Это так, родник брезента. А настоящее было, называется «Яранга». Яранга, да. В нём вот жили наши потомки тысячелетиями в этой мёрте. Кочевали за своими питомцами-оленями. Она быстро, видите, какое строение? Быстро раскладывается, быстро складывается. Вот это раз, раз ложили, кочевали, снег убрали. Быстренько поставили. Пурга, не пурга. Всё приготовили, негде. Всё снег убрали. Пожалуйста, ложитесь. Вот такой одеждью можно минус 60 сантиметров. Не холодно, нет? Всё-таки открытый потолок получил. Ну, «Яранга»-то была большая. Это так, видите, маленькая. «Яранги» были огромные, большие. Ну, и тут хостёрок был. Я там тоже родила в юрте. Так что, да, без акушера, без гинеколога, вот перед вами, пожалуйста, тоже выросла «Яранга». Воспитание, конечно, было жёсткое такое, знаете, вот природное. Вот природу у нас заставляли любить. Потому что мы жили среди природы. Мы – дети природы. В нём мы живём, мы должны его лелеять, ухаживать за ним, и чтобы ничего лишнего не брать. Брали то, сколько нужно, а остального нельзя. Нам всегда так родители говорили. Дети, свою землю. Спасибо. Ихо, может, расскажите о своей одежде? Она просто вот настолько действительно такая… У меня, да, у меня такая колоритная одежда. Это, знаете, вот эта торбоза из оленей, вот этих оленей ноги, где вот эти. Вот это вот оленьи эти корни. Это шстаны волчи. Волчи, да? А это вот кухлянка из оленей, тоже оленей, вот эта шкура. Ну, а это у меня трубка мира. Всё сохранилось. Вот эту трубку мира держу. А это вот мешочек для НАСА. Наслажили, друзья, давайте, давайте. Открываются. Ага. Удоложатся. Нас положил, закрыл. Ну, если хотите, кого-то можно сфотографировать. Это вот, в смысле, традиционная одежда? До сих пор? Продисционная, вот это всё. То есть так же вот повседневно носит, да? Повседневно. Ну, в данное время, конечно, уже всё. Мы уже в другой одежде ходим. Но эту одежду мы держим, чтобы хотя бы наши дети, наши потомки вот это вот видели и знали. Мы стараемся сохранить нашу вот это всё, что там осталось нашим предкам. Это называется Танюарад. Ой, Чукчи из рода Танюарад. Это живущий на северо-востоке Камчатки. А вы откуда приехали сюда? Северо-востоке. Сачай-Ваяна. Это вот северо-востоке Камчатки, да, получается? Камчатка Чукчи. Чукчи, да? Чукчи. Техосмотр оленя. Камчатка 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 Камчатка. Вот узнаваемые движения. Вот чукотские, тоскимотские движения очень близкие и похожи. Но в то же время они разнятся. Вот я даже покажу на себе. Вот посмотрите. Вот это вот движение обозначает ветер. То есть двигает наш бом-кут-хо против ветер. Если я подниму локоть чуть выше, это будет уступ на скале. Видите? Казалось бы, да? Затем. Сейчас я покажу движение. Вот это вот. Аня! Это называется волна. Ударилась на берег. И пошли волны небольшие. Если, например, исполнить немножко танец, создание земли Камчатской, дальше мы могли бы сейчас его станцевать, да? Мы не знаем, где наши гости. Все, мы сутки. Все? Готовы? Можно? Можно? Хорошо. Сутки. Хорошо. Хорошо. Это мой взгляд. Вот я... Подпишись. Хорошо. Ты мой взгляд. Война. Так. Я разрешал. Я разрешал. Я разрешал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот так вот можно почувствовать себя каюром. Здесь можно отправить открытки в любую точку России. Вот такие вот с собачками, посвященные именно Берингии. Сейчас тоже отправлю домой открыточку. Всё? Можно отправлять? Спасибо. Ну всё. А можно тоже попробовать? Конечно, даже дружно. А вопросы сложные? Очень дружные. Да? В общем, можно ответить на три вопроса. Да. Варианты ответов есть. А, и варианты ответов есть, да? Конечно. Так, доставать? Да. Это как в ЕГЭ. Как экзамен ЕГЭ. Ага. Ну давайте попробуем. Так. Кто является основателем, организатором, командором Берингии? Ого! Кто придумал это? А вы начинайте внимательно ответы. Давайте. Причин. Причин, Понюхина или Печене. Подсказка есть на нашей выставке. Можете даже посмотреть. Да? Да. Есть подсказка на нашей выставке. Посмотрите внимательно. Первопроходцы Берингии. Да. Ну это прям почти смотрите, почти правильно. Вот прям вот смотрите вот сюда, посмотрите кто. Вот сюда вот посмотрите кто. А вот сюда вот посмотрите кто. Ну конечно. А, Александр Печень? Ну конечно Александр Печень. То есть это ему инициатива принадлежала, да? В первой гонке? Давайте. Берите еще два вопроса еще. Ахахаха. Давайте Аль. Давайте, помогите. Так, в каком году на Камчатке прошла? А, первая гонка на собачьих пляжках в Берингии. Он везет. 90-й год. Это я знаю, да. В этом году юбилейная гонка, да? Да. Доставайте еще один. Пожилые каюры. И вот оранжевый еще возьму. Давай. Помогите мне. Ну это посложнее. Ого. Так, в 1883 году матросы крейсера Африка подобрали, кто Петропавловско-Камчатского лайку привезли в Петербург и подарили царю. Назовите императора и имя этой собаки. Александр и собака Беринг. Александр второй. Александр третий. И собака Камчатка. Николай второй. Александр второй. По-моему. Стоп, Александр третий. Да. Ну Николай второй точно, он еще не был царен тогда, по-моему. Ну раз они нашли собачку над Камчаткой, то как они могли ее назвать? Камчатка, конечно же. Конечно Камчатка. Я сейчас про собаку не знаю. Я сразу начал историю вспоминать. Держите таких. Заработали приз. Спасибо. 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 Гонки. Пролога. Музыка. На старт гонки Пролога вышли 44 каюра, 13 из которых участники основной берингии. Проса гонки 10 километров по лесу в пригороде Петропавловска-Камчатского. Главный принц за победу в прологе 100 тысяч рублей. Сейчас в зоне старта, где стартуют все участники. Посмотрят, так сказать, человек очень интересный. Ну вот видите, получается, собаки за линией старта, а отбираются вот по марте. Ну и вот, собственно, все гонщики, участники выстроены. Вот здесь зона старта, ждут своего. Даже не часа, наверное, а минуты старта. Среди участников немало девушек. Девушка Каюн, модная, экипированная, стильная, одетая. А вот старта, девушка, единственный победитель. Девушка, победитель соревнований. У пряжки от 4 до 8 собак. Породы тут самые разные, но преобладают все же хаски и маламуты. Правильно расставить собак у пряжки целая наука. Есть собаки, которые темп держат, есть собаки, которые тягу держат, есть собаки, которые... Поэтому все это в большой руке играет. Стараемся, чтобы по темпу все поставить. Если у тебя там задняя собака чем быстрее, чем передняя, у тебя случается вот это вот, догоняют друг друга, видишь, да? Поэтому ты должен определиться, что кто быстрее. Таким образом все катаются. Есть собаки, которые молодые, чьи вверх. Они, да, даже старших обгоняют и все делают поскольку. А есть собаки, которые вот не хотят, чтобы их обгонять. Поэтому стараются. Беринге – это не просто спортивное мероприятие. Это продолжение многовековых традиций. И в северных районах Камчатского полуострова, и на Чукотке собачьи упряжки остаются главным видом транспорта, связывая между собой удаленные села. Я слышал много негативных отзывов по поводу гонок на собачьих упряжках. Мол, это издевательство над животными. Но сами каюры вам возразят. Эти махматые красавцы чувствуют себя на своем месте. Это их обычная жизнь, которую они любят и другой жизни просто не представляют. Это не домашние собаки. Но при этом они очень добрые и милые. Гонка закончилась, и собачки отдыхают. Вот здесь у них такой вот загончик специальный. Специально эта веревка протянута, к которой они привязаны. И вот лежат. Отдыхают. Все, отработали свое. Впереди большая гонка. Пока можно отдохнуть. Да? Красавцы какие. О, отдыхают. Как стройли лодки и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты. И вдаль уходила земля. И волны нам пели. И каждый пятый. Как правило, был у руля. И я был назван за тех, кто в море. За тех, кого любит волна. За тех, кому повезет. И если целянна. И в радости, и в горе. Но тот, кто не струсил и весел не бросил. То землю свою найдет. Встречайте губернатор Камчатского края. Владимир Викторович Солодов. Я поздравляю всех, кто сегодня принял участие в прологии. Желаю успехов тем, кого ждет большая гонка на севере. И поздравляю всех вас, дорогие друзья, кто сегодня пришел и прикоснулся к нашим замечательным традициям. Начинаем награждение победителей в Беренгийском засчете. Первое место. Звание победитель. Гонки пролога в Беренгийском засчете в рамках 7-го фестиваля. Беренгия 2021. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Медаль Кубок и грамоту получает Валентин Левковский. Награды вручает губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Мы весны. Чемпион. Все-таки сын. Все-таки сын оказался быстрее. Но мы переходим, дорогие друзья, ко второй церемонии. Победителей уже в абсолютном засчете. Становится представительница города Елизова. Наталья Орехова. И вы посмотрите, она чувствовала. Она со своим питомцем. Со своим красавцем. Награды вручает губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов. Елизова аплодисменты своей землячки Елизова. Гречки не создали девушке сегодня. А где аплодисменты? Где? Орех Тим! Наталья Орехова. Первый Наталья Орехова. Победителей гонки пролога в биридистском засчете. В рамках зимнего фестиваля Берингия 2021. Субтитры создавал DimaTorzok